Создатель памятника крылья, директор фонда социальной поддержки и защиты ветеранов авиации «Авиатор» Владимир Пономарев. Монумент символизирует дань памяти погибшим при исполнении служебного долга авиаторам войск правопорядка и дань уважения к ныне служащим. Выступая на церемонии открытия монумента, генерал-полковник Юрий Яшин отметил, что за 46 лет своего становления и развития личный состав авиации войск правопорядка прошел через многие испытания. Он подчеркнул, что сегодня, в период проведения специальной военной операции, нынешнее поколение авиаторов Росгвардии достойно продолжает выполнять задачи, проявляя мужество и отвагу. Первый заместитель директора Росгвардии выразил благодарность ветеранам авиации войск за сохранение и передачу лучших традиций своим последователям – авиаторам Росгвардии. С открытием монумента крылья собравшихся поздравил Владислав Шапша. Глава региона обратил особое внимание на важность сохранения памяти о погибших воинах – всех тех, кто сражался за родину и кто делает это сейчас. Профессия военного летчика одна из самых героических. И мы не забудем подвиги во время Великой Отечественной войны. На Калужской земле, вы знаете, базировалась эскадрилья «Нормандия-Неман». Здесь располагался полк дальней авиации под командованием Валентины Грязодубовой. И с этого аэродрома взлетали самолеты на защиту Москвы. В наши дни для меня большая честь обращаться к вам, военным лётчикам из Шайковки. Вы уникальные люди. Губернатор также напомнил о том, что в городах Калужской области именами военных лётчиков названо более десятка улиц. На примерах героев воспитывается молодёжь. Подчеркнув символичность открытия монумента в год 85-летия Ермолинского аэродрома, Владислав Шапша поблагодарил руководство Росгвардии, инициаторов идеи и авторов памятника за их вклад в увековечение памяти об авиаторах войск правопорядка. Он пожелал всем воинам крепкого здоровья и скорейшей победы. По окончании торжественного митинга собравшиеся возложили к основанию монумента венок и цветы. Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем роты почётного караула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова